В муниципальном центре культуры наградили участников конкурса «Магаданский хрусталь». Елена Левина приехала из Челябинска, чтобы поучаствовать в состязании. Работает она архитектором. По словам девушки, ей было интересно побывать в столице Колымы. Для Елены это первый опыт работы со льдом. Первый раз, когда я работаю со льдом, так что для меня все впервые. Я хотела увидеть Магадан, именно дальнюю точку России. Знала, что здесь есть фестиваль «Магаданский хрусталь» и приехала конкретно сюда. Впервые увидеть потрясающих мастеров, посмотреть на их работы, как они работают, мастера из Якутии, из России. Ежегодный конкурс провели на аллее «Магаданское время» в 14-й раз. В этом году, с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований, участие приняли 16 команд из России и зарубежья. В номинации «Мастер» – 13, в номинации «Юный скульптор» – 3. На протяжении почти недели скульпторы создавали для магаданцев новогоднюю сказку. По словам жюри, работы были очень интересные. «Сказали мне сейчас члены жюри, что работы этого года намного интереснее, чем работы прошлого года. Вот 14-й фестиваль, который у нас проходит, он, на их взгляд, самый-самый интересный и очень много работ, которые заслуживают очень серьезного внимания и оценки». Жюри оценивали не только мастерство и технику исполнения, но и художественную задумку. Всех участников и победителей «Магаданского хрусталя» наградили грамотами и ценными призами. Ледяные скульптуры будут радовать жителей областного центра и его гостей до февраля.